МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снеги в горах в Сочи. На высоте более тысячи метров в первые дни июня выпал снег. Это нормально, ты считаешь? Сочин, именно в этой территории, в локации, как принято говорить, всегда очень увезет. И вот такой диссонанс, да, и, казалось бы, спустишься вниз, там жара уже вовсю, и, пожалуйста, тебе снег... Там установилась прохладная сейчас погода, склоны пока что едва припорошила. В ночь на 3 июня там был сначала дождь, который потом перешел в мокрый снег. Ну, звучит, конечно, очень странно. В Сочи выпал снег, понимаешь? Несколько сантиметров толщина уже покрова, вполне можно и снежки лепить, и... Снеговика. И просто ангела снежного сделать. Нет, снеговика в Панаме, вот я бы такого. И в шортах, да? С коктейлем. Такое, знаешь, кубанский турист. Сочинский именно, да? О них обязательно еще сегодня поговорим, о туристах. Да, да. Да, еще моя новость. В Краснодарском крае пройдет чемпионат по сбору и сортировке мусора. Мероприятие пройдет 5 июня в 44 муниципалитетах Кубани в рамках проекта «Чистые игры». Оно приурочено ко Дню эколога. Участники «Чистых игр» уберут мусор на десятках территорий. Команда, собравшая больше всего отходов, станет победителем соревнований. Участники будут получать баллы за собранный мусор, его сортировку, а также участие в конкурсе артефактов и эковекторинов. Статистику будут ввести в режиме реального времени в соцсетях. И, кстати, еще очень важное дополнение. Принять участие в «Чистых играх» может каждый желающий. Для этого необходимо набрать в поиске «Чистые игры» и зарегистрироваться на сайте. Слушай, я подумала, что если это соревнование, то кто-то может с собой просто мусор принести и по-честному повести себя. Куда, Наташ? Вот как ты себе это представляешь? Пришел участник соревнований с двумя пакетами. С мешком, да. Завозите еще. Здесь то, что мне нужно. Ну да, но все равно спасибо ребятам, которые, в общем, у них такая социальная, экологическая функция. Конечно, приятная, с полезной функцией. Кроме шуток, это очень здорово. Молодцы, да. Тут можно даже без соревнований просто сказать всем спасибо, все победили. Потому что дело-то приятное, благое. Да. Ну и так, к теме блока пора переходить. Фестиваль «Винные дороги Боспорского царства» пройдет в Темрюкском районе. 5 июня в поселке Сино, именно там, где более двух тысяч лет назад стоял город Фанагория, азиатская столица Боспорского царства. Именно эпохой Боспорского царства и был дан старт истории развития культуры виноградарства и виноделия на территории России. В этот раз организаторы фестиваля приглашают познакомиться с античной историей Таманского полуострова, продуктами местных фермеров, традициями народного творчества и декоративно-прикладного искусства. Ну и, разумеется, оценить вкус блюд нашей кухни и местных вин. Дальше говорить невозможно. Тем не менее, как пройдет фестиваль, кого привлекают такие мероприятия. Все подробности узнаем у заместителя начальника отдела информационного сопровождения Министерства курортов, туризма, олимпийского наследия Краснодарского края Евгений Демченко, наш гость сегодня. Евгений, здравствуйте. Вижу, что вы тоже улыбаетесь, когда слушали нашу информацию. Об этом не нужно говорить. По законам жанра здесь, наверное, немножко другие детали должны стоять на нашем столе сегодня. Хотя на книге написано «Три чаши». А может, с нее и начнем, да? Давайте начнем. Да, это очень любопытная книга. Я ее принес сегодня. Не просто так. Не просто так. Дело в том, что проект «Винные дороги Боспорского царства» является частью большого проекта, который называется «Золотое кольцо Боспорского царства». Я думаю, многие наши зрители об этом проекте знают. Это проект, который привлекает внимание к античной истории Краснодарского края и вообще Юга России. В нем участвуют четыре региона и большое соглашение было в свое время подписано на Сочинском форуме. В форуме, да, в ней участвуют и Крым, и Севастополь, Ростовская область, наши хорошие партнеры и друзья. Русское географическое общество, Ростуризм. И вот этот проект в свое время тоже имел свою историю и началось это тоже с фестиваля. Фестиваль «Античное наследие России» он прошел в 2018 году и вот как раз к этому фестивалю была издана эта книга. Тогда, конечно, «Винная тема» она стала одной из главных, одной из очень серьезно звучащих и на фестивале, и затем она была заложена уже в концепцию проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». И в этом году, в этом году выходит новая книга, она еще пока не вышла, она выходит буквально на днях. Это путеводитель, который будет называться «Винные дороги Боспорского царства». То есть вот такая преемственность через три года, новая книга, посвященная винным дорогам, винной истории нашего края. Мне кажется, нам с тобой нужен такой путеводитель на ближайшее время. Я бы не отказалась. Евгений, вы с нами по этим дорогам. Еще один фестиваль, безусловно. Может быть прекрасный, да? Но давайте подробнее к фестивалю, да, винной дороги Боспорского царства. Ну, вообще-то 12 виноделин, если вот быть точно участвовать. Вот в этот маршрут, да? В этот маршрут, это и Геленджик, Новороссийск, и, конечно же, Темрюкский район, да, поселок Синой, Фоногория. Вы, они сказали, столица азиатского Боспора, очень значимая. То есть когда еще на месте Москвы шумели леса, да, на месте Киева, других городов Древней Руси, ничего не было, да. Да, здесь на восточном побережье Черного моря кипела жизнь, караваны с судами, с зерном, с вином. С вином. Отправлялись в Грецию, да. Во всю винные дороги. Курорты Боспорского царства принимали туристов, естественно. И, да, виноделие, конечно, тоже зародилось тогда именно. Организатором фестиваля выступил Темрюкский район, это была его инициатива. Но, конечно, они нашли сильных партнеров в лице и нашего министерства курортов, туризма, олимпийского наследия Краснодарского края. И поддержали крупные отраслевые объединения, в частности, общенациональная ассоциация индустрии гостеприимства, АСИК, РСТ, Российский союз туроператоров. Одним словом, партнеры очень серьезные. И Русское географическое общество, и Оргкомитет проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», безусловно. Вот такая вот получилась мощная команда. И, действительно, мы надеемся, что фестиваль будет очень хорошим, очень интересным. И после вот этого пандемийного застоя, да, все эти фестивальные истории, они очень сейчас популярны, очень хорошо заходят. Надеемся на яркий праздник. Евгений, вы сказали, что министерство курортов, конечно же, поддержало эту идею. А в чем заключается ваше участие в фестивале? Роль какова? Ну, мы помогаем и с продвижением, мы помогаем с организацией деловой программы и с привлечением участников, в том числе виноделин. Ну, вообще, это наш проект. Мы его в свое время с Русским географическим обществом начинали, да. Мы болели этой историей. И, несмотря на то, что сейчас мы, конечно же, в меньшей степени им занимаемся, он живет своей жизнью. Мы его вывели на такой хороший уровень, да, где он может уже развиваться самостоятельно, да, без нашего такого активного, прям пристального участия. Но, тем не менее, конечно, мы продолжаем. Евгений, цель, одна из целей этого фестиваля, та, что вот как раз больше всего наше министерство курортов сегодня интересует. Что бы вы обозначили, что бы выделили? Ну, смотрите, вот этот фестиваль, он находится на пересечении двух очень важных для нас магистральных направлений, да. Да, это, во-первых, культурно-познавательный туризм. Мы обладаем, ну, край обладает достаточно серьезными туристическими ресурсами в культурно-познавательной сфере. Это и памятники архитектуры, это и памятники, исторические памятники, да, в том числе античного периода. Это и природные различные объекты, да, очень красивые. И все это объединяется в какие-то экскурсии, да, маршруты туристические, разной там степени сложности, в разной форме. Где-то это и круизная тематика, которая в этом проекте тоже участвует. Где-то автобусные маршруты, где-то пешие маршруты и так далее. Вот культурно-познавательное направление очень важное, да. Второе направление это гастрономическая и энагастрономическая тема, то есть винная тема, да. Безусловно, это фишка нашего края, это очень серьезные конкурентные преимущества нашего края, наличие вина, да, мы одни из лидеров на российском рынке. Это фишка и такой тренд, я вот заметила, сейчас многие туристические блогеры прям очень активно, ну, выносят в это за главное направление. Безусловно. Понимаете, ну мы много, мы часто об этом говорим, да, вот по сути современный туризм, он становится в меньшей степени зрительным, да, потому что, в принципе, сейчас все можно увидеть в интернете, да, он в меньшей степени рассчитан на слуховые какие-то восприятия, потому что шум моря там или шум леса, да, можно тоже услышать сейчас, в принципе, даже дома у себя, да. И он в большей степени концентрируется на запахах, да, свежеморской воздух, свежелесной воздух, горный воздух. То, что фотографии и видео уж точно не передать, да? Совершенно верно. На тактильных каких-то ощущениях, да, я лежу на пляже, мне тепло, мягкий песок, прохладная вода. Тепло и вкусное в то же время, да? И вкус, да. Хорошо. Безусловно, вкус, когда мы что-то можем попробовать, причем что-то уникальное, то, что мы дома не попробуем, да, в таком... И в этом плане, конечно, на первый план выходят блюда местной кухни, да, вот мы сейчас очень активно продвигаем такой бренд «Черноморская кухня», да, которая объединяет фактически в себе все богатство кулинарных школ, кулинарных традиций Краснодарского края, народов Краснодарского края, да. Да, это и казачья кухня, это и кухня народов Кавказа, это и греческая, средиземноморская кухня, которая тоже, безусловно, для нас... Давайте... И вино, конечно. Ужнаем более подробно, что же уникального показывает новороссийский руководитель экскурсионного отдела агротуристического комплекса, одного из тех, что входят в винные дороги Боспорского царства, с нами по видеосвязи, Юлия Школьная. Юлия, здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте, рада приветствовать вас. Насколько я понимаю, прямо из винного погреба, да, вы трансляцию ведете с нами, прямиком, да? Практически, из одного из дегустационных залов. Ну, бочки, по-моему, это они, да, видны на картинке. Юлия, расскажите, что показываете туристам у себя, что интересного, что полезного узнают туристы, посещая ваш комплекс, ваше винодельческое хозяйство? Да, в первую очередь мы с удовольствием показываем гравитационную винодельню. Это новая винодельня гравитационного типа, очень интересная экскурсия. Также у нас на территории комплекса есть улиточная ферма, это поездка к виноградникам в лес. Мы смотрим, как растут улитки, как развиваются. То есть улитка – это наше еще одно детище. Улиток мы выращиваем и улиток готовим. Мы смотрим улиточную ферму, перепелиное хозяйство, потому что в ресторане мы подаем улиток, подаем перепелок и стараемся как можно больше продукции, которую используем, выращивать самостоятельно. Потому что только так можно проследить качество продукта от начала и до конца. И, конечно же, с удовольствием рассказываем об этом нашим гостям, гостям нашего комплекса. У нас есть небольшая пасека, где мы пытаемся заниматься пчелами, делать мед и так далее. Улитки, насколько я понимаю, это такая неотъемлемая часть, неотъемлемое дополнение к вину. Вино и улитки, они друг без друга могут существовать? Ну, по крайней мере, улитки без вина. Они могут существовать, но, конечно же, когда они вместе, это получается великолепный тандем. И, конечно же, гостям это очень нравится. Юля, посещение виноделин сегодня мы уже отметили, и с гостем в студии сегодня такой модный тренд довольно-таки. Ваше мнение, почему? Почему сегодня так активно развивается и настолько привлекает туристов? Дело в том, что это связано с развитием отрасли в целом. Потому что сейчас винодельческая отрасль России очень активно развивается, появляется очень много новых хозяйств. И, наконец-то, у наших гостей Красноярского края появилась возможность, в первую очередь, посещать винодельческие хозяйства, знакомиться с производителем на месте производства. Потому что, поверьте, когда вы пробуете вино в одном из дегустационных залах, который находится при винодельне, и это совершенно другие эмоции. Охотно верю, Юля. Охотно верю. А география ваших туристов откуда к вам едут сегодня? Туристы едут со всей России. Со всей России абсолютно. Очень много в этом году сборных туров, которые формируют именно комплексные программы, посещение нескольких винодельческих хозяйств. И гости едут со всей России. Юля, и еще важный момент хотелось бы у вас уточнить. Все-таки больше интересует туриста сегодня. Это вот именно дегустация, это, ну, грубо говоря, попить вино, или же больше интерес все-таки увести что-то в плане знаний, что-то новое, что-то интересное узнать? По вашему напомню. Я думаю, что и то, и другое. Я думаю, что и то, и другое, но в любом случае человек, который идет на экскурсию, он в любом случае уже заведомо хочет получить какие-то новые знания. Потому что если гость не хочет посещать, И заведомо хочет продегустировать, уж точно. Он пойдет в ресторан покушать. Юля, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь. Из Новороссийска Юлия Школьна, руководитель экскурсионного отдела агротуристического комплекса, была с нами по видеосвязи. Но я с Юлей не соглашусь. Я бы, наверное, как турист все-таки выбрала дегустацию. Зачем мне знания? В отпуске не хочется загружать голову, как раз хочется наслаждаться кубанскими продуктами. А мне вот очень интересно было. Я в прошлом летом, мне довелось во время съемок побывать, я ехала, ну вот честно признаюсь, больше продегустировать. Но когда какие-то знания в мою голову начали попадать, ты знаешь, дегустация усилила свой эффект. В другом этапе, да? Совершенно верно. Именно так все и устроено. Именно на это и расчет. Ну, понятно, Евгений, что задача Министерства курортов, чтобы туристы увезли эмоции, чтобы мы их вкусно накормили, вкусно напоили. Но если возвращаться к проекту «Винные дороги» Босфорского царства, то кого мы видим в качестве участника этого проекта? Вот кого приглашает Министерство курортов? Кого ждет? В общем-то, всех туристов, которых интересует история, с одной стороны, которых интересует вино, с другой стороны. Это могут быть разные очень люди. И, наверное, эффект таких фестивалей, он как раз и заключается в том, что он находится на пересечении вот этих двух очень интересных тем, о которых я говорил. Ну вот семейным может быть это посещение, допустим? Я думаю, может быть. Ну, единственное, конечно, при... Ну, кстати, многие как-то продумывают детскую комнату. Детскую комнату, да, детское времяпрепровождение, чтобы мама с папой спокойно пошли. Детям улетки, взрослым, в общем, другую. На фестивале будет мастер-класс. Я думаю, что для детей это будет достаточно интересно. И там, конечно, можно найти детские активности в том числе. Ну и, конечно, посещение самого культурного центра Фоногория, музея-заповедника Фоногория, это, конечно, незабываемые эмоции. На самом деле, это очень малоизвестный в крае объект. Объект, он долгое время существовал как достаточно закрытый научный центр, да. Сейчас он выходит на широкую публику. И мы будем очень рады, если в рамках этого фестиваля широкая публика познакомится с богатой коллекцией артефактов, которые были найдены на месте на раскопках Фоногории. Ну, учитывая интерес к проекту Винной дороги Босфорского царства, огромное количество туристов. Вот как в Министерстве курортов нашего региона соблюдают, в общем, правила, прописанные Роспотребнодзором. Тем более, вы уже обозначили, что, ну, засиделись все, конечно, с огромным интересом, все приедут, но, тем не менее, как вот это вот все гармонично соблюсти? Есть правила безопасности. Я думаю, что многие и принимающая сторона, и сами гости уже во многом привыкли к ношению масок, к термометрии. В общем-то, ни у кого это уже не вызывает каких-то серьезных сомнений, серьезных отторжений, да. Это как противление нет. Сопротивления нет, да. Понятно, что всегда находятся такие диссиденты, которые, которые не будут носить маску и все, но там где-то волонтеры, да, сотрудники, они имеют возможность поправить. Маски раз, да, как-то потоки, да, наверное, немножко ограничены. Термометрии, потоки, да, распределение очередей. Да, там будут организованы трансферы из поселка Синой, с площадки фестиваля, например, то же самое в Фоногорию, то есть нельзя будет просто попасть в трассу, да, заехать. Самостоятельно будут ограничены партии, потому что музей, ну, в общем-то, небольшой сравнительный, и там, конечно, большого скопления людей не будет. Ну, я думаю, что и ругать за то, что люди сняли маску во время дегустации уж точно не нужны. Ну, это уже такое вот. На этом можно закрыть глаза. Мы с вами не раз уже и в этой студии, да, произносили такую мысль, что Краснодарский край, курорты Краснодарского края, просто море и просто пляж, ну, это уже совсем вчерашний день, это уже история прошлого, да. Ну, это традиционно просто. Это традиционно, но мы уже от этого не просто отходим, а уже практически отошли, да. Вот как в Министерстве курортов сегодня вот эти интересные локации, которых действительно великое множество у нас в крае сегодня, как вы их популяризируете, как вы их собираете где-то в одном месте, как сегодня турист, который, вот, быть может, впервые к нам в край приедет, как он может понять, куда ему, и что он обязательно должен увидеть, обязательно посмотреть? Ну, в первую очередь, мы стараемся рассказывать об этом в интернете, это, наверное, сейчас наиболее популярный источник информации, если люди планируют путешествия, они, в первую очередь, конечно, получают информацию из интернета, я думаю, что 90% такой. Вот у нас сейчас как раз на днях закончился такой небольшой проект, да, по обучению наших предпринимателей технологиям интернет-маркетинга. Обязательно мы хотим в планах его обсудить более подробно в деталях. Да, тем более, что у него будет продолжение, будет продолжение осенью, мы его переформатируем, выведем в другой формат. Ну, понятно, что ресурсов министерства здесь не хватает, мы хотим активно вовлекать в этот процесс бизнес, потому что там это совсем другие ресурсы. Ну и, понятное дело, фестивальная тематика, она тоже очень важна для продвижения такой истории, потому что, еще раз говорю, наш проект «Золотое кольцо Босфорского царства», в свое время начался с фестиваля, да, и сейчас вот винные дороги Босфорского царства фактически открытие. Формат, который себя прекрасно зарекомендовал. Конечно, человек приезжает в одно место, он видит своими глазами, он может попробовать, он может пообщаться тут же с людьми, с которыми можно дальше взаимодействовать по вопросам, например, организации экскурсии и так далее. Это интересно и бизнесу, это интересно и туристу, и позволяет за очень короткий промежуток времени концентрировано получить информацию обо всем. Евгений, спасибо, очень скоро ждем вас в подробностях поговорить о проекте «Продвижение». Да, ну что, нашим гостем сегодня был заместитель начальника отдела информационного сопровождения Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений Димченко. Он рассказал нам о винных дорогах Босфорского царства. Ну а тему дорог продолжат наши коллеги из программы «Через край». Готовность к курортному сезону на старте лет – один из самых важных вопросов. Комфортный отдых на Кубани как раз-таки начинается с хороших дорог. От них турист тоже должен получить удовольствие. Чья это забота? Как меняются наши магистрали и придорожный сервис? Какие предпринимаются меры безопасности? Все, кто участвует в этой важной работе, сегодня готовы ответить на вопросы в программе «Через край». Сергей Кожанов ее сегодня проведет. Начало, как обычно, в 20-30 не пропустите. Да, ну а дальше экономика в деталях. Реклама. Реклама.